Казалось бы, молодая семья Владимира счастливый собственник трёхкомнатной квартиры. Живи и радуйся. Но особой недорадости было, когда стены в квартире съедала плесень. В прямом смысле. Вначале вот эти вот обои были зелёные. Потом мы переклеили вот такими серыми. Когда уже серые закончились, и продажи даже нигде не брали. Вот эту зиму мы попробовали эти светлые из расчёта того, как оно себя проявит. Если бы зимой было плохо, обычно вот эта часть, где батарея, там ещё тепло немного давало. А вот сюда вот начинает стыкать, всё чёрное. Сразу начинало черниться. Ремонты два раза в год. Обои покупали с двукратным запасом. Многочисленные обращения в ЖЭУ, ремонты, нервы, болезни детей. В итоге всё же решение нашли. Мы пришли к какому-то компромиссу с ЖЭУ, что мы покупаем материал полностью весь, они предоставляют технику и рабочих. И вот на этом и сошлись. Пробовали сначала сделать как бы за их счёт, но пришли к такому компромиссу, что это будет лучше и нам, и лучше и ним. Потому что мы уже столько лет мучаемся, что уже решили уже вот материал, вот всё только сделать. И вот сделали, год прошёл. Спасибо большое, ЖЭУ. Пришлось потратиться на строительные материалы. Их жильцы купили сами. ЖЭУ за свой счёт выполнила строительно-монтажные работы. В итоге сухие чистые стены, пару дополнительных градусов тепла в квартире и здоровые дети. Число тех, кто устал ждать общей очереди на утепление, растёт. Есть у меня сейчас заявки индивидуальные от жильцов, 15 заявок, чтобы утеплить. Но увидели, в чём проблема, что плесень, сырость и болеют дети часто. Вот, жильцы обратились. По решению нашего коммунальника, там Богданович Михаил Павлович дал команду утеплять индивидуально. Покуда эти дома придут по очереди, там, 15-16 год, где мы были по квартирам, то это поздно. Поэтому жильцы покупают материал, мы делаем. Вы видели сами, какой результат, что жильцы будут довольны, что есть результат. Совместное старание ЖУ и жильцов, а как бы тем, у кого нет денег на строительные материалы. Ответ – набраться терпения и ждать общей очереди. Кстати, когда-то не верилось, что в городе будет решена проблема с текущими кровлями.